а вот техническая состоятельность проекта вы видели даже как конструкторы работают увидели какие-то иллюстрации уже четежи до на то что можно было вам показать и показывал вот ваше мнение технической состоятельности проекта у меня вот были сомнения то что вы говорили контакт для для железнодорожников главная проблема безопасности это контакт колесо рельс соответственно путейская часть делает сильный рельс чтобы он не изнашивался но соответственно лагонная часть колесо делать такой чтобы его не изнашивались не это взаимодействие всегда она приводит к тому что изнашивается либо вперед только другое и соответственно из износа приходит какая-то потеря безопасности вот техническое решение которое вы нашли вот именно вот с точки зрения расходной системы вот это совершенно другой прорыв я бы сказал потому что для меня конечно же колесо должно катиться и обязательно должно быть зазоры должно быть . качение одна допустим дар который вот чем меньше этих точек да тем меньше его ты взаимодействие на рельсы износ соответственно да у вас полностью колесо ложится взаимодействие полностью то есть это не точка какая-то которая будет колебаться а просто лежит и не скользит а катится да допустим и вот и кстати знать какие контакты напряжения уже для дороги больше десяти тысяч килограмм на квадрат сантиметр у нас по 3 тысячи килограмм на квадрат сантиметр вот это решение совершенно новое конечно да прорыв больше чего-то этого на железной дороге реально невозможно не там стандарт уже нельзя изменить весь наклоненная 120 колесо коническое на его поларе это уже никак не сделать вагона можно поднять ресурс можно снизить износ но это все опять упирается в деньги и опять до какого-то предела опять грузоподъемность это взаимодействие с насыпью тоже больше не дашь от 23 тонна новость было 25 тоже огромные проблемы стало 10 лет решали кассетные подшипники ну тоже что-то решает но тоже не до конца так скажем поэтому затратная часть она и сегодня по экономике видно что дорожники они принципе еще больше с каждым разом несут затраты то есть прорыва в этом нет это дает возможность на сами 23 тонны вагон везет 60 тонн груза да ваши капсулы 2 тонны и везет ну скажем до 4 тонн может вести то есть не так как грузовой если вы говорите о скоростных перевозках груза то груз вообще идет попутно нужно вообще доставлять бесплатно начиная не посредит и вот эти две тонны в отсеке помог бесплатно либо могут пассажири ехать бесплатно за счет того что груза грузового плачу а вот интернет его совсем недавно не было недавно появится тогда и когда skype появился то все как там она бесплатно говорит по skype а ведь бесплатно мы говорим так и здесь можно какой-то вид груза возить бесплатно счет других видов груза том числе если допустим вот трасса груза напряженной и так далее и груз будет там дорогостоящий то вполне можно сделать по этим трассам перемещение пассажиров бесплатно все но груз везется в отсеке рядом может быть пассажирской где сидят пассажир то вот что требуется сегодня для экономики это скорость качество цена это передать несколько другие даже там где и может быть параллельно наш доставка угля она совершенно в другом качестве будет хотя это вот груз который сегодня дает основную работу железнодорожникам и потеряв ее конечно не сильно изменится в том что он и решится много других проблем он сам по себе очень дешевый на рынке дорогой доставка доставки и поэтому себестоимость доставки сегодня дороже нежели его добыча а ваш способ он во многом его проще 20 раза дешевле и и железнодорожники никак эту проблему не решают они решаются и за счет перевозки нефти за счет перевозки газа ну таких дорогих на которые накладываются соответственно в этой ситуации нефтяники недовольны тем что да если они переплачивают за то что там кто-то уволит поэтому это решает проблему и вот хорошо что вы уже сегодня такой стадии когда реально услышаны стали да то есть у вас уже вот реально нас уже услышали у вас есть поддержка сегодня есть оппоненты которых тоже надо слушать я думаю они только полезными могут быть в этой ситуации они есть нормальным меняем и вот как и вы да есть те которые но горят вполне тушу до свидания это пока выграют за темы так так пассажирские перевозки мне очень понравилось логистика ваша дата расчет на разогрева потому что ну да сам сам красивый поезд который на самом деле вот я сам на нем пассажиром ну приятно да допустим сел в москве приехал в питер побывал в музеях посмотрел сел и с комфортом вернулся обратно но опять это море людей море людей и нас же сами и безопасно и безопасно комфорт в поезде есть да но ваш комфорт выше вот и время пути там будут полтора часа время совершенно другое мы же в центре просто городскую систему идешь по нескому проспекту ну точно такой же как бы по времени да то есть ты от москвы до питера да то есть ты обыкновенной очереди пассажир человек который продвинулся и дальше ты перешел просто сошел с капсулу пошел своими ногами но я ничего не изменилось ты управляешь своим временем но тебя нету никаких проблем нет расписания за пришел и все уехать один выходят за время да еще тоже важно слушал вас и для себя открывал мне такие моменты на самом деле поезд даже пустой не пойдет вошел стоит расписать конечно не станет пустой поезд на самом это все ляжет на стоимость проездность надо купать потом подводить итоги здесь капсула не поедет пустая она будет стоять а если их не хватает быть чем пропускные способности провозной способности намного выше больше чем в этом убедились в этом да вот это да это дает возможность исключить встречные потоки пассажирский поезд он пришел он обратно обязательно будет делать маневры на встречную стрелку против помеху следующим поездом потом еще куча всяких маневровых локомотивов которые эти вагоны будут расставлять и не еще иногда сутки стоят уже ждет то что он идет через сутки и скорости раз да еще и часу а тут то сразу идет четыре часа стоит то он же туда-сюда не пойдет правильно